Дорогие друзья, я попробую быстро это все сделать. Нас много, он один. Во-первых, сразу же, Валера у нас человек домовитый. И я помню, он все время рассказывал про свою жену во всех поездках, про сына, все его, помню, истории. Песни его, это ключи к нашим сердцам. Когда даже я уезжал в какие-то опасные командировки, жена долго расспрашивала. Но если она слышала, что я еду с Валерией, она говорит, все, сразу прекращала все расспросы. Все, она спокойно, значит, мы едем с Валерией. Я хочу вам подарить, не знаю, я не умею подарить подарки, вот ключницу такую. Пускай он свое, всякое такое, все ключи, которые у него есть от машины, от квартиры, от дачи, от всего-всего. Вот они соберутся, полное собрание ключей для Валеры. Ваши аплодисменты, Валерия. Значит, теперь я хочу, чтобы ваше внимание было немножко, ну я так на себя возьму. Вот, я хочу показать вам несколько изданий. Журнал «Казаки», главный журнал наш, журнал «Пограничник». Я говорил, вот главный редактор здесь, он скажет свое веское слово, и вы анимеете от этого слова, что он вам скажет. Вот, но я честно сказал, что я подарю журнал «Пограничник» в май, последний номер. Значит, дальше, сейчас я смотрю. «Граница России», «Центральная газета ФСБ», «Литературная газета», «Голос Некрасовки». Значит, вот, кто сейчас правильно скажет, что объединяет эти все издания, кроме того, что это периодика русскоязычная, того Валера лично подойдет и поцелует. Значит, это вопрос к залу. Какие есть предложения? «Стихи первого и пустырева». Нет, Света, это не они. Это за несколько месяцев только вот я собрал, с тяжелым трудом. Да нет, вообще, честно говоря, труд был не очень тяжелый. Значит, хорошо, значит, Валера сейчас целует меня, потому что ему тяжело идти до вас, потому что я вам расскажу, что это такое. В каждом из этих изданий есть фотография Валерия Монастырева. В каждом из этих изданий, во всех изданиях есть рассказ о Валерии Монастыреве. В журнале «Пограничник» притворяет материал его стихи. В журнале «Казаки» его юные фотографии, он на коне там и так далее. Ну, кому будет интересно, он подойдет к Валерии. Валера меня целует, вы ее аплодируете. Валерия Монастырева занимался, Валера, своими песнями, своим, как уже говорили, он член соц. журналистов Москвы и России. Вот. Валера продолжает. Продолжает, взяв у наших отцов, продолжает их дело. Вот я нашел и подумал, что я нашел этот штык, которому приравняли его перо. Боец погиб, винтовка была разбита в дребезги. Вот, но штык сохранился. Вот. Я хочу ему передать этот штык. Вам немножко покажу. Вот он. Вот. Я это, конечно, был такой тост. Я сейчас, мы сейчас выйдем вот туда с Валерой и выпьем. Знаете, выпьем за что? Выпьем за всех тех неизвестных солдат, благодаря которым мы живы и поем сегодня эти замечательные песни. Какой сегодня вечер, теплый, добрый. Держи, Валер. Спасибо. Спасибо.